Сегодня у нас в гостях очень интересный, очень необычный автор из Магнитогорска с прекрасным вкусом, с прекрасным знанием поэзии, с абсолютнейшим слухом слова, с очень точным и с очень тонким чувством музыкальности. И вот этот плав рождает замечательные песенные шедевры, с которыми он вас сегодня и познакомит. Это Виктор Мельников. Встречайте! Почему, скажи, сестрица, не из Божьего ковша, а из нашего напиться, хотя тело ты душа? Человеческое тело, ненадежное жилье, Ты влетела слишком смело, сердце тесное мое. Тело может истомиться, яду невзначай глотнуть, и потянешься, как птица, от меня в обратный путь. Но когда ты отзывалась на призывы бытия, Непосильной мне казалась, ноша бедная моя. Может быть и так случится, Что, закончив перелет, Будешь биться, 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 И не отомкнут ворот. Пой о том, как ты земную Поль и соль и желчь пила Как входила в плоть живую Смертоносная игла Пой, бродяжка, пой, синица Для которой корма нет Пой, как саванам ложится Снег на яблонивый цвет Как возилась пшеница Да побил пшеницу грант Пой, хоть время прекратится Пой, на то ты и певица Пой, душа, тебя простят Ла-и-ла-ла-ла-ла-ла Ла-и-ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-и-ла-ла-ла-ла-ла Ла-и-ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-и-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Песня на стихотворение Арсения Тарковского называется «На том берегу». По скошенной мяте, по синему раю, И я этот рай навсегда потеряю. Колышется Ива на том берегу, Как белые руки. Дойти до конца по мосту не могу, Но лучшего имени влажные звуки На память я взял при последней разлуке, На память я взял при последней разлуке. Стоит у из луки И моет в воде свои белые руки, А я перед ней в неоплатном долгу. Сказал бы я, кто на поемном лугу, На том берегу. За Ивой стоит, как русалка над речкой, И с пальца на палец бросает колечко. Давно мои ранние годы прошли По самому краю, По самому краю родимой земли, По скошенной мяте, По синему раю, И я этот рай навсегда потеряю. Я этот рай навсегда потеряю. Аплодисменты Аплодисменты Вышла уже, она член связи писателей России, А вот это из первого стихотворения называется, Ну как и песня, «Искупление». Если втиснуть море в реки, Рек не будет, будет море, А покуда ниоткуда Прилетают птицы горя, Просто ниоткуда взяться Серебристым птицам счастья, И зачем вне урожаи Вне погоды возвращаться. Прежде чем навеки скинуть, На глазах блетнеют тени, Как же радуги без цвета, Как без запаха растений. Расскажи мне, если хочешь, Но скажи, молчи же, если можешь, Никогда не говори мне, Что прощанье не отложишь. Заберутся в стаи птицы, Ведь на сердце холохает, Цепенеет, леденеет, Вот и стаи улетают. Растопить ледник постылый, К сожалению, не по силам, Ни в теплу карманных грелок, Ни мерцающим светилом. Прежде чем навеки скинуть, На глазах блетнеют тени, Как же радуги без цвета, Как без запаха растений. Расскажи мне, если хочешь, Но молчи же, если можешь, Никогда не говори мне, Что прощанье не отложишь. И что сроков не отменишь, Слез во веки не отплачешь. Ты платил за искупление, Но не знал, что переплатишь. Я теперь кусочек неба Покупаю нам с тобой. Ты зовешь, а я не слышу, Ты свеча, а я слепой. Ты зовешь, а я не слышу, Ты свеча, а я слепой. На стихотворение Влада Маленко Актер, режиссер театра на Таганке. И дело в том, что был вечер, Посвященный памяти Высоцкого. Пели артисты песни Владимира Семеновича. А вот он вышел И под музыкальный сопровождение Прочитал вот это стихотворение. Я думаю, раз прочитал под музыкальный сопровождение, Наверное, можно и песню сделать. Без ведома автора. Я думаю, потом как-нибудь. Называется песня «Сколько времени». Часовой механизм на левом запястье, Сколько часов до счастья. Каково расстояние до границы, Когда возвратятся певчие птицы. Вы не подскажете, сколько времени, Времени до чего, До окончательного исчезновения Нашего племени. Или наоборот, от счета, От начала конца. Сколько времени, сколько времени, Курица спрашивает у яйца. Снежный ком в коме весной Выдыхает, превращаясь в туман лесной. Сколько времени, Думаешь, ты вырос из золотого семени. Если часы на твоей мягкой кисти Стоят два миллиона триста, Оглянись, если тебя еще Не покинула тень, То ты сам солнечные часы В пасмурный день. Сколько времени, сколько времени, Тик-так, это так. Капли с неба стучат по темени, Тик-так, тик-так. Часы – инструмент ударный, Циферблат – это круг полярный. Сколько времени, Дело всего лишь в трении, Ветра подамов и яблоки наших глаз. Век, месяц, неделя, час. Голова больного историка, Луна над землей, будто череп Йорика. Сколько времени, Спрашивает песок у стекла, А река тем временем В море перетекла. Слушать часы – все равно, Что глотать секуту. Тик-так, так, паки-паки, Есть бабочки, живущие только минуту, Будто сердце солдата Во время последней атаки. Сколько времени цикадой Цикадой цокают ходики в горнице, Снятся длинные стрелки Часам-калекам. Есть попугаи Старше столетних горцев, Есть ледяные щуки С почти человечьим веком. Сколько времени, сколько времени В барабаны скучат поезда, И время, как снег, По весне неумолимо тает. Что делает в часах кукушка, Когда заперта дверца ее гнезда? А она точно не спит, Она улетает. Она улетает. Спасибо. Стихотворение Веры Полосковой, Песенка про Хью и Джима. Старый Хью Старый Хью жил недалеко От того утеса, На котором маяк, Как звездочка на плече. И лицо его было, Словно ветра метес она, И морщины на нем, Как трещины в кирпиче. Позовите Хью, Говорил народ, Пусть сыграет соло На гармошке губной И песен споет своих. Когда Хью играл, Во рту становилось солоно, Будто океан Накрыл тебя и затих. На колонн было в Хью пирата, Полпинты еще индейца. На колонн было в Хью пирата, Полпинты еще индейца. Он был мудр и нетороплив, Как крокодил. Психью совсем не боялся смерти, А все твердили, И не надейся, От нее даже самый смелый не уходил. У старого Хью был пес, Его звали Джим. Джим, а знал каждый дворник, Каждая продавщица. Хью ему говорил, Если смерть нам в дверь постучится, Мы через окно от нее сбежим. Джим, джим. Но однажды Хью сидел на крыльце Спокоен и деловит, Набивал себе трубку, Индейцы такое любят. Подошла к нему женщина в капюшоне, Вздохнула Хьюберт, У тебя ужасно усталый вид. У меня есть босс, Он меня и прислал сюда. Он и сын его славный малый, Весь как с обложки, Может, ты поиграешь им на губной гармошке. Они очень радуются всегда, Вот так. Хью все понял, молчал, Да трубку курил свою, Щурился, улыбался неудержимо, Только вот мне не с кем оставить Джима. А к вам с собакою пустят? Конечно, пустят, Хью. Дни идут, словно лисы, Тайной своей тропой, В своем сказочном направлении непостижимом. Хью играет на облаке, Свесив ноги в обнимку с Джимом, Если вдруг услышишь в ночи «отбой», Если вдруг услышишь в ночи «отбой». Песня называется «У старого горя». Это значит, я был и несчастлив, И счастлив в Черковске, И сюда приходил, И садился на мокрые доски, И следил за волной Отдающей смолой и мазутом. Это было со мной, Только треснуло, словно посуда. Это было прошло, И уже никогда не вернется, И мое ремесло ловля Снов миражом обернется. Но как тянет в беду В чепуховую черную прорву, Где плюет на звезду Сераогая стерва оторва. Лорелея, вздохнешь, Да какая уж там не дотрога, Не согнешь, не сожмешь, Тупивунью с клеймом козерога. Это было уже лишь однажды, Такое бывает, На восьмом этаже потихонечку Свет убывает. И запита давно та беседка У вешней водицы, И запита давно та беседка У вешней водицы. И распито вино дважды прежним вином не напиться Что же чайки кричат о своей инфернальной обиде? Я ведь сам из волчат, только может в овечьем прикиде Я ведь сам на себя насылал то опалу, то милость В жизни смерть осеня черной розой, чтоб плохо влюбилась Требещит старый мост, детонирует рее и сваи И теплом не от слез, лишь однажды такое бывает Лорелея, вздохнешь, да какая уж там не дотрога Не вздохнешь, не сожмешь, тупиунью с клевом козерога Но за маленький круг того грешного нежного ада Я отдам все вокруг, что вам надо и что вам не надо Никогда, ни за что, мне уже не вернуться в былое Через нет и сквозь да, я с поникшей прошел головою Но за маленький круг того нежного грешного ада Я отдам все вокруг, что вам надо и что вам не надо Тоже сегодня впервые исполняю Поэтому вот у меня сегодня много таких песен, которые я первый раз пою Зимняя сказка, стихотворение Михаила Яснова Шел солдат по батарее Парового отопления Нес военные трофеи Лист капустный и печенье А навстречу в шлеме с мятом С ним на битву мчался конник А потом они солдатом Взобрались на подогоне Посмотрели, а снаружи Ветер воет, снег буржится До земли промерзли лужи На карнизе стынет птица Позабыли про трофеи Про победы, поражения Взять бы птицу к батарее Парового отопления Тот стекло мечом стучится Этот пикою железной Стрепенулась крошка птица Оглянулась и исчезла И всю ночь стояли рядом И в окно глядели грустно Храбрый конник Жлеме с мятом И солдат с листом капустным Браво! Спасибо Секретарина Петровегина Чудеса Приезжал полухмельной Плакал до рассвета Нету света за душой Понимаешь, нету Нету света за душой Ты не думай, я не трус У ее портрета Похмелюсь и застрелюсь Только света нету Только света не ряду Словно лампочка в душе Яркая светилась Да в другой патрон уже Эх, перевинтилась Эх, перевинтилась И второй кому везло Ходит словно нищий Говорит, я жил светло А теперь темнище А теперь темнище Словно лампочка в душе Яркая светилась Да в другой патрон уже Эх, перевинтилась Эх, перевинтилась Чудеса, чудеса 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 вы чудеса Горевые дела Горевые дела Скинет женщина глаза Я перегорела Я перегорела Чудеса, чудеса. Стихотворение Ильи Рубина называется «Бегство лилипутов». Самое стихотворение в оригинале называется «Отъезд». Дело в том, что он в свое время очень неосторожно, так откровенно выступил против того, как ввода советских войск в Чехословакию, там еще прочее, прочее. Его просто, ну выжили, он уехал в Израиль, прожил там всего год, умер от сердечного приступа. При жизни практически не было никаких сборников, вот говорят, что в Израиле вышел сборник, но его почему-то нигде нет, не найти. Один единственный сборник, вот его стихотворение. Очень хотелось бы, вот и в интернете искал пока ничего. Это стихотворение, два стихотворения случайно попались мне где-то, читал, что случайно гуляли несколько стихотворений, в каких-то изданиях они появлялись. Вот наткнулся я на это стихотворение. Оно тогда было без названия вообще, ни отъезд, ни суть. Я уже просто как для песни дал название «Бегство лилипутов». Тут и «Бегство лилипутов» можно подразумевать, и то, что заложено в названии у автора стихотворения «Отъезд». Из угрюмом На воздания цирка, что стоит у центрального рынка. Сбегают все путы распутов, Двое маленьких злых лилипутов. И бежит эта странная пара Вдоль гигантских скамеек бульвара, Вдоль гигантских скамеек бульвара. Не забыли они, не забыли, Как их пьяные клоуны били, Как стояли они на помосте, Где им пушку ломали и кости. Убежали из этого ада, Так не надо же плакать не надо, Так не надо же плакать не надо. Музыка За Орфеем в костюмчике строгом Поспешает она, как за богом Торопилась во след Магдалина Мимо Праги, Москвы и Берлина Мимо воинов, шлюх, музыкантов Из жестокого мира гигантов Из жестокого мира гигантов Скоро смогут они до размеру Выпирать себя сами в горе и веру И шутить эскимо, покупая И губами к нему прилипая Только ночью сквозь них сновиденья Прорастут, как большие растения И не будет в них бегства из плена Лишь арена, арена, арена Секретарина, песня называется «Сверчок» Жил человек один, как перст Характером непрост Однажды из родимых мест Сверчка себе привез И подружился с ним Сверчок Вниманием обогрет Чуть полночь доставал смычок И начинал концерт Тир-лим-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли-ти-ли Но человек был слушать рад нехитрую игру Он вспоминал весенний сад и тополь на юру И горечь материнских слез в ту страшную войну Но вот однажды он привез и ввел в свой дом жену Их встретил радостно сверчок лукавить лекараст А дернул серый чертучок и заиграл тот час Играл себе он на беду, не выпускал самочка Кричала женщина, уйду, коль не уймешь сверчка Коль не уймешь или не убьешь проклятого сморчка Ну кто сказал вам, что сверчок не понимает слов Сломал он надвое смычок за дверь и был таков Не о себе сверчок родил на холоде дрожа Мешать он другу не хотел, наивная душа Мешать он другу не хотел, наивная душа Спасибо На стихотворение Иосифа Бродского Не выходи из комнаты Не совершай ошибку Зачем тебе солнце? Если ты куришь ошибку За дверью бессмысленно все Особенно возглас счастья Только в уборную И сразу же возвращайся Не выходи из комнаты Не вызывай мотора Потому что пространство сделано из коридора Не кончается счетчиком А если пойдет живая Милка пасть разевая Выгони не раздевая Не выходи из комнаты Считай, что тебя продуло Что интересней На свете стены и стула Зачем выходить оттуда? Куда вернешься вечером Таким же, каким ты был Тем более изувеченным Не выходи из комнаты Танцуй, поймав пост за ногу В пальто на голое тело В туфлях на посту ногу В прихожей пахнет капустой И мазью лыжной Ты написал много букв Еще одна будет лишней Не выходи из комнаты О, пускай только комната Догадывается, как ты выглядишь И вообще, инкогнито, эргосум Как заметила в форме в сердцах Субстанция Не выходи из комнаты На улице чайне Франция Не будь дураком Будь тем, чем другие не были Не выходи из комнаты То есть дай волю мебели Слейся лицом с обоями Заприс, запарикадируйся Шкафом от Хроноса, космоса Эра, сарасы, вируса Не выходи из комнаты Не выходи из комнаты Хорошо забытое старое Случайно нашел, наткнулся, перебирал, готовился Смотрю, а ведь пел когда-то песню Я ее практически нигде не пел На стихотворение тоже магнитогорского поэта Наташи Карпичевой С того же сборника Вот что я пел перед этим Называется «С новым сердцем» Возвращаю голос песни слезы рекам Утром ранним повстречаюсь с громоверцем Разреженный воздух Разреженный воздух пахнет первым снегом Как чудно проснуться снова с новым сердцем А на старом арбисонит шрам на шраме Диалог меня и эхо стынет в раме А за рамы в серо-красно-желтой гамме Убегаем мы куда, не зная сами Ты идущий в бой и я уже не в бой Мы идем по полю боя в Е4 Клеткой черно-белой мир растворим Лист кленовый стал мишенью в тире Выпьем с горя, разобьем стакан на счастье И пойдем босой душою по осколкам Твои пальцы на моем лежат запястье Крылья небу ночи звездам Все по полкам Все по полкам Лишь душа звенит в полете Если встретишь, забери ее в подарок По утру сегодня стал я чем-то вроде Белой птицей, что глядит с почтовых марок По утру сегодня стал я чем-то вроде Белой птицей, что глядит с почтовых марок На стихотворение магнитогорского поэта Александра Ерофеева Он недавно выпустил такой сборник в трех сборниках Под одной обложкой три книги у него Там и переводы, и новые стихи, и старые стихи Он все подработал Подарил мне, я посмотрел и вот клюнул на это стихотворение Называется «Пароходик» Все когда-нибудь проходит, это всякому известно И про то, что дальше будет, не расспросишь наперед Но пока, мой друг любезный, мы плывем на пароходе В порт, к которому приписан этот славный пароход Нам с тобой немного надо Нет у нас иной заботы Кроме как любить друг друга Тихо радуясь тому Что веселая команда Нас почти не беспокоит Кроме трезвого стюарта Мы не видим никого А еще сказать по правде Что известно нам о жизни Той, которую однажды выбираем для себя Кроме горя и сомнений Кроме радости и счастья Посмотреть в глаза друг другу И поверить до конца Все когда-нибудь проходит Это каждому понятно И про нас, пожалуй, тоже Все известно наперед Скоро он причалит к пирсу Этот странный пароходик Как-то названный нелепым Безнадежная любовь Субтитры создавал DimaTorzok Моцарт Моцарт в легком пине не шел домой Было дивное волнение День шальной И глядел веселым оком на людей Композитор Моцарт Вольган Камады Круг него был листьев лип и легкий завон Тара-тара, тики-тики Думал он Да, компания Напитки, суета Но зато дует для скрипки и альта Пусть берут его искусство задарома Сколько требуется чувства и ума Композитор Моцарт Вольган Конгараст Сколько требуется столько и создать Ох, и будет Амадею дома в лёд И на целую неделю чёрный лёд Ни словечка, ни улыбки, ни мота Но зато дует для скрипки и альта Что ж расплачиваться надо на меру За веселье и отраду на пейру За вино и за ошибки до чиста Но зато дует для скрипки и альта Пусть берут его искусство задарома Сколько требуется чувства и ума Композитор Моцарт Вольган Конгараст Сколько требуется столько и создать Сколько требуется столько и создать Сколько требуется столько и создать Спасибо! Песня на стихотворение американского поэта Уильяма Джей Смита называется «Если бы у меня была лодка» Найти бы мне лодку, какую угодно Челнок ли вельбот, корыто ли плод Да хоть сковородку плыла, а ближ как лодка Найти бы мне лодку, какую угодно По крайней уж мере на крышке стола Ну словом держался бы лишь на плаву Ковчег мой, а я уж на нем доплыву Сквозь льды и туманы, сквозь буря и тьму А знаешь, к кому, а знаешь, к кому Найти бы мне лодку, какую угодно Но лучше при том, большую как дом С гиранью в окошке и ласковой кошкой С крыльцом и верандой, с прирученной пандой С беседкой, а рядом с аллеей и садом С зеленой травой, с зеленой травой А все для кого? А все для кого? А может быть лучше, чтоб сам я построил Индийскую легкую лодку каноэ И знаешь зачем? Чтоб плыть посреди голубой пустоты Пока б не нашелся тот остров, где ты Жила до сих пор и не знала Что я ищу тебя, островитянка моя И я бы спросил, ты поедешь со мною В моем замечательном быстром каноэ И сдал, что ты скажешь, а ты бы тогда Помедлив, тихонько ответила Да И ты бы со мною вокруг поплыла Чудесного острова, где ты жила Я знак бы из лодки давал морякам Паромщикам, лодочникам, рыбакам И каждый по сути не всем до одной Махал и кричал, чтобы плыли за мной Луна бы всходила из теплых морей Я был бы твоим, ты была бы моей Всю жизнь окажись, она долгой, короткой Была б только лодка Была б только лодка Была б только лодка Была б только лодка Говорит б только лодка Спасибо Тоже из новых, первый раз играющихся сегодня На людей, а не на кухне На стихотворение Ивана Зеленцова, московский поэт. Песня называется «Счастье». Счастье, как бродячая собака, Что хоть раз, но каждому почти. У метро, у мусорного бака Встретилась на жизненном пути На работу, к дому и обратно, Где однажды понимаешь, друг, Что одно лишь время безвозвратно, Остальное круг, привычный круг. Счастье, как бродячая собака, Хочет в дом и ластится к ногам. Все вокруг хозяева, однако Мы идем, молясь своим богам, Полные не сбывшимися с нами, Полные всегдашними потом. И не видим, что идет за нами И виляет маленьким хвостом. Счастье, как бродячая собака, Которой перед носом дверь закрываешь, Бросив хлеба на ко, Чтобы не мешал голодный зверь Горевать всю ночь за горьким чаем, Просыпая вдохов, вздохов конфетти. Что же счастье нас не замечает? А счастье, как бродячая собака, Хочет в дом и ластится к ногам. Все вокруг хозяева, однако Мы идем, молясь своим богам, Полные не сбывшимися с нами, Полные всегдашними потом. И не видим, что идет за нами Счастье, счастье, И не видим, что идет за нами Счастье. Где главу преклонить, где приют, Где причал, в неоплатном долгу Неоплаченный долг Мы встречали тебя, или ты нас встречал Одичалый рассвет, матереющий волк Одичалый рассвет, матереющий волк Мы хотим сохранить, что осталось от нас Мы, увы, таковы, да и ты был таков А чего же ты ждал от стареющих глаз? От надсаженных душ и охрипших стихов А чего же ты ждал, от чего ты хотел, повелитель теней? Вопль небес, блеск огней, несгораемый свет Ты болел, ты горел, но поверь, нам больней Потому что мы есть от того, что нас нет Потому что мы все цель отравленных стрел Мы кричали тебе, пожалей, не смотри Но жестоко жалея ты все же смотрел И гасил фонари И гасил фонари И гасил фонари Дождь по крыше стучит И проходит сквозь дом Здесь четыре стены, а еще мы вдвоем На губах вечный крик Исцели и направь Корабли намели, мы спасаемся вплавь Завтра будет рассвет Или может закат И не зная пути Мы пойдем наугад Дождь под утро пройдет Нам с тобой не до сна И в твоих волосах Седина, седина, седина А во влажных ресницах проплакала ночь Промелькнет, как слеза Кто нам сможет помочь И тогда, лишь тогда, скажем мы, уходя От дождя не укроешься В доме дождя Завтра будет рассвет Или может закат И не зная пути Мы пойдем наугад Дождь под утро пройдет Нам с тобой не до сна И в твоих волосах Седина, седина Седина Дождь под крышей стучит И проходит сквозь дом От дождя не укроешься В доме дождя Дождь под крышей стучит Аплодисменты Аплодисменты Погляжу я с веранды на север и юг, Трудно к нашей деревне пройти. Аплодисменты Обезумели вешенние воды вокруг, Закрывая прохожим пути. И дорожку в моем опустевшем саду Я давно перестал подметать, Но сегодня по ней торопливо иду, Долгожданного костя встречать. Не взыщи, что закуска простая и бедна, Разносолов не будет у нас. Но имеется в доме бочонок вина, И его мы осушим сейчас. Есть сосед у меня, собутыльник и друг, Если ты не поврезгуешь им, Хорошо бы позвать его в дружеский круг, Чтобы честно напиться с раим. Но есть сосед у меня, собутыльник и друг, Если ты не поврезгуешь им, Хорошо бы позвать его в дружеский круг, Чтобы честно напиться с раим. Где-то так. Называется «Грустная баллада в духе покаяния». Автор стихотворения, колумбийский поэт Леон де Грейв. После буйства алкоголя, После изобилия хмеля Всякий раз Грусть, тоска и меланхолия Вместо прежнего веселья Входит в нас. Я, поверя в пару схмеля, Не заботился о гиле. Ну и вот Кельмой напрочь съели мили, И отцели в целой мили. Я банкрот. Уж не эти пару салей Вдохновение сулили В охмелю. А порзунули, сусали Вместо золота мне и ильи Я юлю. Мне сирены и хмеля пели, Чтоб создать шедевр на теле Нужен ром. Гениален ты, доколе, Ценишь дружбу с алкоголем и пиром. Цвет сожжется глином, что ли, На каварном алкоголе, Ну едва. Убираю парус хмеля и паэт от пустомеля. Луны врань, струны на моей виоле, Алкогольной канифоли вам не знать. И по воле алкоголя выхожу, Один я в поле воевать. В охмелю я так едва ли Вам сыграю на свирели, Будьте трезвыми рояли, Рифмы мысли акварели у меня. Хватит хмеля вам в биполе, В птичьей треле и в глаголе, В болерои, в баркароле, В джазе, в блюзе, в рок-н-роле, В свете дня, в свете дня. В охмелю я так едва ли Вам сыграю на свирели, Будьте трезвыми рояли, Рифмы мысли акварели у меня. Хватит хмеля вам в бемоле, В птичьей треле и в глаголе, В болерои, в баркароле, В джазе, в блюзе, в рок-н-роле, В свете дня. В джазе, в блюзе, в рок-н-роле, В свете дня. О, yeah! Спасибо. Ну, это вот для, вот, Когда грустно бывает, Что-нибудь вот такую песню придумал, Себя веселил, так сказать. Стихотворение Светланы Кековой. Очень для меня интересный поэт. Живет в Саратове, Преподает там в инстутии. Пишет эти стихи своеобразные. Вот одну, Несколько у меня песен на ее стихи есть. Я вам одну сейчас покажу. Называется «Покажи мне, Господи, кино». Покажи мне, Господи, кино, Где чужая жизнь на первом плане, Времени церковное вино. Светится в расколотом стакане. Человек от посторонних глаз Хочет спрятать жалкие пожитки, Но его опять в который раз Подвергают непонятной пытке. Он живет, и это вижу я, Жизнью одинокой и невзрачной. Но и эта форма бытия Кажется достаточно прозрачной, Словно рой аквариумных рыб, Выставленных всем на обозренье. В нем видны Рыдание и всхлип, И любовь, и жалость, и смятение. Снова небо светит за экран, Человек в смятении и горе. Он тоску своих душевных ран Утопил в рубиновом кокоре. Но однажды, расплескав вино, Человек помолится и скажет, Покажи мне, Господи, кино. И Господь меня ему покажет. Покажи мне, Господи, кино. АПЛОДИСМЕНТЫ Стихотворение Юлии Друниной Называется «Комбат». Еще в 10-м классе мы учились, У нас был классный час, Посвященный Великой Отечественной войне, Дню Победы. И нам учитель читал стихи, И вот среди них он прочитал Вот это стихотворение, Сказал это, да, Юлии Друниной. Оно у меня тогда очень запомнилось. Потом, сколько я не пытался найти Это стихотворение в сборниках Юлии Друниной, Его почему-то нету. Там, ну, не мог найти. Потом попросил уже позже, Говорят, мне нашли в интернете, Говорят, да, это стихотворение Юлии Друниной Называется «Комбат». Вот тебе, пожалуйста. Стихотворение Юлии Друниной «Комбат». Когда, забыв присягу, Повернули В бою два автоматчика назад, Догнали их две маленькие пули, Всегда стрелял без промаха «Комбат». Упали парни, ткнувшись в землю грудью, А он, шатаясь, побежал вперед. За этих двух лишь тот его осудит, Кто никогда не шел на пулемет. На войне, как на войне, Пуля, дура, штык в сцене, На войне, как на войне. Потом в землянке полкового штаба, У маги молча взяв у старшины, Писал «Комбат» двум бедным русским папам, Что смертью храбрых пали их сыны. На войне, как на войне, Пуля, дура, штык в сцене, На войне, как на войне. И сотни раз письмо читала людям В глухой деревне плачущая мать. За эту ложь «Комбата» кто осудит? Никто его не смеет осуждать, Никто его не смеет осуждать. По черной лестнице из красного угла Мы в ночь уходим, Превращаемся в безверие. И призрак цвета темноты Стоит за дверью, И кто-то прячется В прозрачности стекла. И призрак цвета темноты Стоит за дверью, И кто-то прячется В прозрачности стекла. Холодный ужин Или теплую одежду Я вдруг забуду И не кстати вспомню вдруг. А ты теряешь То терпенье, то надежду, А я теряю То тебя, то все вокруг. А ты теряешь То терпенье, то надежду, А я теряю То тебя, то все вокруг. И натыкаясь На предметы пустоты, Ломая руки, Заговаривая боль, Я задаю опять вопросы, Где ты, кто ты? И если скажешь Точный, правильный пароль, Внезапно станет То ли проще, то ли легче, И призрак цвета темноты Сорвется прочь. И ты кладешь себя Руками мне на плечи, И мы уходим без оглядки Прямо в ночь. И ты кладешь себя Руками мне на плечи, И ты уходишь без оглядки Прямо в ночь По черной лестнице Из красного угла. Это была песня тоже на стихи Наташи Карпичевой, По черной лестнице Из красного угла Назовалась. Стихотворение Дона Аминада. Аминад Петрович Полянский, Иммигрант первого поколения, После революционной Дела все. Эмигрировал в Париж. Настальгировал, Писал про Россию Очень много. И вот он придумал Там такого героя, Мальчика Коли Сыровешкина, Русского ребенка. И вот, Обращаясь к нему, Он цикл стихотворения Написал. Песню я назвал Домашняя педагогика. Этот Коля Сыроежкин Просто дьявол, А не мальчик. Все, что видит, Все, что слышит, Он на ус себе мотает. Раз пристал с вопросом к маме, Так что маме стало жарко, Объясни ему, Хоть тресни, Чем прославился Петрарка. Ах ты, Господи, помилуй, Умилясь вдохнула мама, Оторвалась от кастрюли И сказала Коле прямо, Ах, Петрарка, Это Коля, Был такой мужичина в мире. Он был ласков, Он был нежен И всегда играл на лире. А любил он так, Как любят Только редкие натуры. И стихи писал при этом В честь возлюбленной Лауры. Коля хмыкнул и промолвил, Так что маме стало жарко, Если это только правда, Значит, папа не Петрарка. А когда пришел с работы Сам папаша сыроежкин, Коля взял его на мушку Без антрактов, без задержки. Папа, кто была такая, Я та самая Лаура, Папа выдержал атаку И сказал довольно хмуро, Ах, Лаура, Это Коля, Нечто вроде Херургима. Это то, что только снится, А потом проходит мимо. Ясность духа, Тихость взора, Легкость медленной походки, А в руках благоуханных Кипарисовые четки. И заметил Коля тоном Настоящего авгура, Если это только правда, Значит, мама не Лаура. Посмотрел на маму, папа, Мама папу осмотрела, А потом, конечно, Коли От родителей влетела. Ну и пусть зато надолго Будут красочные и яркие Впечатления в сердце Коли О Лауре и Петрарке. Ах, Петрарка, это Коля, Был такой мужчина в мире. Он был ласков, он был нежен И всегда играл на лире. Ах, Лаура, это Коля, Нечто вроде Херувима, Это то, что только снится, А потом проходит мимо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё тоже одна комическая, трагическая. Стихи Олега Тарутина Ночной Мадрид НЕВЕСОМАЮ ГАЛЕРА МИМО ТУЧИ МИМО ТУЧ ПЛЫВЁТ СЕЛЕНА АПЛОДИСМЕНТЫ ТИХИЙ ПЛЕСК РЕКИ ДУЭРА ТИШИНА ТИШИНА Во всей вселенной. СПЯТ ДОМА И ПЕРЕУКИ, СПЯТ КУПЦЫ, СПЯТ ПОЭТЫ, ОЛЬГВАСИЛЫ В КАРАУЛКАХ, СПЯТ ОТСТАВИВ АРБАЛЕТЫ, СПЯТ РЕМЕСЛЕННИКИ МИРНО. ТОЛЬКО ЧУП, ОТКУДА ЗВЕКИ? ЭТО ЧЕЙ ТАМ СТУК НАСТЫРНЫЙ, ЖЕЛЕЗЯК И В ЖЕЛЕЗЯКУ. ЭТО СЛАВНЫЙ ДОН ФЕРНАНДО, ПЬЁТСЯ НАСМЕРТЬ С ДОН ДИАСОМ, МОЖЕТ, ПОДАНА К КОМАНДА ДВУМ БОЙЦАМ ТАКОГО КЛАССА? МОЖЕТ, БЫТЬ ВРАЖДИ СТОЛЕТИЯ, ИЛИ СТРАСТЬ К ОДНОЙ СИНЬОРЕ, МОЖЕТ, БЫТЬ ИНТРИГИ СЕТИ, ПРИВЕЛИ ИХ К ЭТОЙ СТОРЬЕ. НЕТ И НЕТ, НЕ УГАДАЛИ, И НАПРАСНЫ ВСЕ ПОТУГИ, ЧАС НАЗАД ЕЩЁ НЕ ЗНАЛИ, ЭТИ ГРАНДЫ ДРУГ О ДРУГЕ. Пункту А спешил Фернандо, Пункту Б и А с влюблённый, Два отдельно взятых гранда, Двум отдельно взятым тоннам. И в процессе продвижения Два часа и три минуты Вышло здесь пересечение Их стремительных маршрутов. Разойтись бы, да не просто, Переулок слишком узкий, Драк гранду гранд, что волк тамбовский, Или даже андалузский. Драка грандом, что находка, Высекают шпагой искры, Дон Диаз де Сан-Франциско, Дон Фернандо де Канистра. Поздравляю, Дон любезный, Вы мою проткнули печенью, Поздравления бесполезны, Я смертельно изувечен. И упали в раз без стона, Два отдельно взятых донна, Близнецы в своей судьбе. И ворочаться бессонно В ожиданье оскорбленном, Двум отдельно взятым донном, В пункте А и в пункте Б. Вот какие страсти на мадгридских страсти. На стихотворение Натальи Карпичевой. Ставка Зеро. Песня называется. Голоса тихо бездвижив, Замёрзшие губы, Только бездушные Всё говорят по душам. С миру по злости и доброму Новые зубы, Острые ставшие лучше Заменой ножам. Жизнь занята и решает, Кто туза, кто тузик. Спорят и скачут вновь, Спорят и снова ползут. Спорят кролик с удалом, Кто первый удавит, укусит. Каждый судья самомненью Вершит самосуд. Кто из нас прав, виноватые, Могут ответить. Кто из нас жив, только мёртвые, Могут сказать. Мы убегаем, но следует всё же отметить. Мы убегаем, хоть знаем, нам не убежать. Всё, что осталось, Деленье выводит в остаток. Ставка зеро победила, и всё по нулям. Кто-то, наделав долгов, Выпадает в осадок. Кто-то оплатит долги, по чужим векселям. Кто из нас прав, виноватые, Могут ответить. Кто из нас жив, только мёртвые, Могут сказать. Нам не вернуться, но следует всё же отметить. Мы убегаем, хоть знаем, нам не убежать. Ставка зеро победила, Ставка зеро победила, Ставка зеро победила, и всё по нулям. Аплодисменты Это просто она была написана в 90-е годы, как раз вот в те весёлые времена. Настроение было такое вот. Осталась вот она эта песня почему-то и мне её берегу пока. Ну, наверное, уже понемножку будем заканчивать. Птицы тебя принимают за птицу, Дикие розы за дикую розу. Кошки тебя принимают за кошку, Скрипка считает своею сестрою. Я ничего в тебе не понимаю, Дикую розу для кошки срываю, В скрипке пусть птица гнездо себе вьёт. Я не уеду на красном трамвае, Только пусть вечно меня исцеляя, Скрипка играет и роза цветёт. Как в тебе всё это может вместиться? Кошка играет на скрипке, А птица севши на дикую розу поёт, Я не пойму и никто не поймёт. Я ничего в тебе не понимаю, Дикую розу для кошки срываю, В скрипке пусть птица гнездо себе вьёт. Я не уеду на красном трамвае, Только пусть вечно меня исцеляя, Скрипка играет и роза цветёт. Ты мастерница, взлетать и кружиться, Значит, ты птица. Ты перешла мою жизнь как дорожку, Значит, ты кошка. Болю смиряешь, спасаешь от крика, Значит, ты скрипка. Но я ничего в тебе не понимаю, Дикую розу для кошки срываю, В скрипке пусть птица гнездо себе вьёт. Я не уеду на красном трамвае, Только пусть вечно меня исцеляя, Скрипка играет и роза цветёт. Скрипка играет и роза цветёт. Скрипка играет Скрипка играет Как в лесу каждаю, Действует бальзам, и потяжелее станет ноша, Я бросаю вызов небесам, зная наперед, что не доброшу. Упаду поверженный я в пыль, не беда, ведь есть похлебки миска, А через десяток с лишним миль ждет меня ближайшая химчистка. Наслаждаюсь песней воробья, Кое-как залечиваю раны, У меня пока еще есть я, Все четыре стороны и страны, И шагать, конечно, есть резон к горизонту, что не станет ближе. Я опять увижу старый сон, словно наяву опять увижу. Как ведут меня на высший суд, К строгому Архангелу и Богу, Где в который раз опять спасут, И благословят мою дорогу. Наслаждаюсь песней воробья, У меня пока еще есть я, Коекак залечиваю раны, У меня пока еще есть я, Все четыре стороны и страны, У меня пока еще есть я, Все четыре стороны и страны, Субтитры создавал DimaTorzok Что с тобой, а что со мной, Субтитры создавал DimaTorzok Ничего со мной, Сам гуляю по себе под своей луной, И в своей живу стране, Не в чужой стране, И бумаги белый бинт светит на столе, Черен хлеб, чиста вода и душа болит, До тех пор, пока болит, Я не инвалид, Что с тобою, то со мной, Не в монастыре, Операбельная жизнь Дышит на столе, Дышит... Пьется рыба на камнях, Белые бока, В жабрах ржавчиною смерть, Кровь из плавника, Отнеси ее в волну, Оклемается, Страшно, если кто-нибудь Задыхается, Черен хлеб, чиста вода и душа болит, До тех пор, пока болит, Я не инвалид, Что с тобою, то со мной, Не в монастыре, Операбельная жизнь Дышит на столе, Дышит... Глупо, что за самогон Вы давали квас, Балалайшный вонек Не российский бас, Не для шапки голова, Не по шапке честь, Голова не для того, Чтобы ею есть, Черен хлеб, чиста вода, И душа болит, До тех пор, пока болит, Я не инвалид, Что с тобою, то со мной, Не в монастыре, Операбельная жизнь Дышит на столе, Дышит... 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 Дышит...